Мы находимся на выске Household Export с горями с нашими VIP-гостями. Максим, вы из Роскачества. Расскажите, пожалуйста, про повышение роли качества российской бытовой химии для экспорта. Ну, мы действительно понимаем, что за последнее время, внимание, серьезный регулятор Министерства промышленности и торговли, собственные потребители, переключается от крупнотоннажной химии к бытовой химии, химии для жизни, которая до недавнего времени была в тени своего большого брата. Для потребителей, которые каждый день пользуются предметами именно бытовой химии, понятно, что это очень важный факт, важное явление. Мы понимаем, что в майском указе президента довольно четко установлена задача для химической индустрии в два раза нарастить экспорт до 2024 года. Чтобы это сделать, нужно решить вопрос с качеством. И здесь Роскачество как национальный институт качества занимается этим по всем видам деятельности, начиная от внедрения наилучших технологий управления производством и качеством на предприятиях, до тестирования и рейтингования готовых продуктов на полках наших магазинов. Мы видим эту динамику, видим динамику роста качества в данной индустрии, видим количество государственных знаков качества, которые получают наши предприятия, и понимаем, что совместно, в том числе с Российским экспортным центром, который делает приоритет для тех товаров, которые получили государственные знака качества, мы сможем развить экспортную ориентацию данных товаров. Ресурсы роста. Так называется форум, который проходит в рамках данной выставки. Для кого он, для чего и кому есть смысл в нем участвовать и слушать спикеров? Это отраслевой форум, который действительно уже становится традицией, мы второй раз его поддерживаем, второй раз принимаем в нем участие. Мы понимаем, что то переопыление между участниками отрасли, которое здесь происходит, оно полезно всем. Люди видят свое настоящее, видят какие-то задумки и мысли коллег, которые экспонируются вокруг, но и в рамках форумной программы, конференционной программы пытаются понять, а где же будущее, а куда же идти дальше. Вот в этом смысле, конечно же, такие отраслевые мероприятия, такие мозговые штурмы, которые проходят сейчас практически в каждой индустрии, они очень полезны. Так как вы следите за качеством нашей бытовой химии, скажите, на каком уровне она у вас находится? Она у вас конкурентоспособна, она у нас уже в лидерах, в десятке. Как мы, как страна, конкурируем с другой бытовой химией других производителей? Вы знаете, что Роскачество, исследуя свои категории, категории, которые нам утверждает правительство ежегодно, одним из приоритетов своих делает исследование той самой химии для жизни, которая, как я сказал, касается нас с вами каждый день в прямом смысле слова. Поэтому мы можем четко проследить динамику качества этой продукции. Мы исследуем товары, вы знаете, не только российского производственного, импортного, все то, что присутствует на полках нашего ритейла. Поэтому вот в тех категориях, которые мы уже исследовали, а в 2018 году мы провели исследование стиральных порошков, мыла, средства для мытья посуды. Вот такие важные достаточно категории. Мы видим, что конкурентоспособность российских предприятий достаточно высока. Некоторые из них дотянулись до опережающих стандартов Роскачества и получили российский знак качества. А значит, нашу полную поддержку в их продвижении на российском рынке. Вы знаете, мы софинансируем промо-акции в торговых сетях для получателей государственного знака качества, так и поддержку, как я уже сказал, на экспортном рынке через инструментарий российского экспортного центра. Я своими словами скажу, все хорошо с российской бытовой химией. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями и экспертами.